Новый лечебный корпус у Лоевской центральной районной больницы чекали маль семь годов. Будовництво начали еще в 2008-м, але потом по разных причинах. То сродку в них опала, то працовных ресурсов. Работы периодично спиняли. Правда, теперь об минулых тяжкостях уже никто не узгадывая. Урежье, головная мета досягнута, новая больница открывает новые макшимости в медицинском обслуговании насельства. Если в старом корпусе у нас не было ни лаборатории, ни УЗИ кабинета, ни рентген кабинета, наши пациенты, надо было их перевезти из стационара в поликлинику, для того, чтобы пройти полностью обследование, то сейчас это все на этом этапе. То есть пациент поступает к нам сюда, здесь сразу же все обследуется, и потом переводится, если необходимо, в отделение для лечения. Рентгеновские физиотерапевтичные эндоскопичные кабинеты, палаты реанимации и интенсивной терапии. Ранее об таким оснащении у Лоевской районной больницы только марили, не то, якоб тут ничего не было, а для теперь совсем инший узровень. У той же лаборатории все анализы робили только вручную, что уплывало как на якость, так и на худкость. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы у нас, да и во всей республике на первом месте, и мы можем уже похвастаться тем, что наша маленькая лаборатория может делать не только холестерин, но и липопротеиды низкой, высокой плотности, что способствует лучшей диагностике, более качественной диагностике и своевременному лечению. Мы можем делать на биохимическом до 300, на гематологическом до 200 исследований в час. Ручными методами мы делали, где-то одно исследование занимало от 10 минут. Значные измены отбудутся и в работе худки-допомоги. У тымнику, у лечения, беда и самых распрощаденных захворываний, в сердечно-сосудистых, сучастное псалевание, дозволяя худко передавать информацию у больницу любого населенного пункта, в свои часы выявлять патологию и оперативно проводить необходное лечение. Хоть и в самой больнице теперь можно свертаться за консультацией практически у любую медицинскую установку в Беларуси. Фельдшер скорой помощи снимает кардиограмму здесь, на месте, при помощи аппарата Альтоника, и кардиограмму загружает в компьютер. Далее уже с компьютера ее можно через интернет передать врачу на дом, в компьютер, то есть по интернету. Либо же, если врач затрудняется в диагностике, можно отправить кардиограмму на расшифровку в область, в кардиодиспансер. Новый лечебный корпус Лоевской районной больницы побудовали за охотник головным чином Державной Чернобырской программы за охотниками выполнения проектных работ на ГТМ-те накировали около 130 миллиардов рублей. Для того, как больница начала работать в штатном режиме, необходимо провести еще стерилизацию помешканцев. В результате установочного заключения Центра гигиены и эпидемиологии можно начинать размещение хворых и проводить операции. Звычайно, эта процедура займает около двух недель. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гобель» Злоева.